Стартап-форум уже стал традиционным для брещан. Проводится мероприятие с целью популяризации научно-практической деятельности среди молодежи. Другими словами, такие форумы помогают превратить инновационные идеи молодежи в жизнь. Организаторами форума выступили Белорусский Республиканский Союз Молодежи, Научно-технологический парк и отдел по делам молодежи Брестского обл. исполкома. Это очень интересное направление, которое сейчас активно развивается в Республике Беларусь. И достаточно много ребят, которые интересуются, именно они воплощают свои идеи. Вот как раз на таких стартап-форумах, где присутствуют менторы, потенциальные инвесторы, они могут рассказать про свои задумки, свои бизнес-планы, которые в перспективе могут воплотиться практически в любом направлении. Участники в возрасте от 14 до 30 лет представили на суд зрителей 10 проектов на абсолютно разные тематики с разными бизнес-направлениями. Многие из них уже известны инвесторам по проекту «100 идей для Беларуси». Но стать реальностью так и не смогли по разным причинам. Например, так случилось с идеей Артура Рудича. Его катушка Тесла пока только на бумаге. Но парень доработал свой проект и верит в его реализацию. Катушка Тесла является уменьшенным генератором электричества. Когда он потребляет 220 вольт, выделяет 1128 вольт. Нам с моим другом Олегом еще до нашего знакомства оказалось приснился один и тот же сон. Многие могут не поверить. И нам приснился этот механизм и как он будет работать. И мы потом познакомились и уже начали его разрабатывать. Кстати, многие проекты разрабатывались не в одиночку, а целой командой. Дарья Шубич представляет Академию молодежных инициатив. В подобных стартапах девушка участвует впервые, но уверена. Ее идея с автоматом правильного и полезного питания заинтересует потенциального инвестора. И даже не одного. Это будет представлять собой торговый автомат, вэддинговый, в котором будет преимущественно здоровое питание, то есть всякие салаты, сбалансированное, и мюсли, и всякое хорошее. То есть без процесса? Да, просто без процесса. Да, автоматизировано все будет. Также там будут продукты малого срока хранения. И за этим всем можно будет следить с помощью системы ПО, которая будет встроена в такие автоматы. Это очень популярно уже. В рамках стартап-форума участники также посетили Брестскую IT-школу. Какие из проектов будут реализованы, покажет время. Ведь пока это был только старт на большом пути к их осуществлению. До финиша дойдут самые интересные, нужные и, конечно же, прибыльные идеи. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ.